Ещё на заре человеческой цивилизации первые великие умы пришли к выводу, что смерть – явление, которое не заслуживает страха. В течение последующих эпох нашлось немало героев, смело шагнувших навстречу Року и лишь подтвердивших эти слова. Спустя годы во тьме далёкого будущего невозможно отыскать воинов, что страшились бы смерти, однако есть иная мрачная участь, способная поселить ледяной ужас в сердце любого. В центре нашего рассказа сегодня – Бьёрн, разящая рука. Погребённый в железе герой, невольно получивший худшую из судеб. Он родился на суровой планете, который по всем разумным законам жизни не могло существовать. Слишком опасная эллиптическая орбита должна была давно разрушить атмосферу и любые зачатки высшей формы жизни. В то время как экстремальные климатические и биосферные условия, где многочисленные виды представителей мегафауны истребляют друг друга, не могли не привести к опустошению планеты. И всё же этого не произошло. Сложно назвать худшее место для развития человеческой жизни, чем этот мир. Однако люди его заселили и попытались покорить. Имя смертоносной планеты – Фенрис. Именно тут, на родине примарха Лемана Русса, появился на свет и совершил свои первые победы Бьёрн, разящая рука. Источники, описывающие его внешность в ранние годы, сходятся в том, что воин имел благородное лицо с высокими скулами и тонким носом. Однако судить о его красоте даже тогда было сложно, так как каждый из черт дублировалось татуировкой, его щеки, лоб, брови и веки подчеркивались темными линиями, что делало лицо схожим с деревянной фигурой, обычно располагавшейся на носу Драккара. В далекие дни, когда воин только начал свой путь в качестве Астартес космических волков, он служил под командованием Ярла Агвая Хельмшрота, в Третьей Великой Роте Шестого Легиона, называемой на местном диалекте Тра. Строгий и молчаливый Бьёрн побывал на множестве войн, проведенных в рамках Великого Крестового Похода. Но началом саги о его великих деяниях стоит считать карательную миссию на Проспера. Информация о той битве остается противоречивой и непрозрачной, ибо слишком печальное и позорное событие оказало губительное влияние на обе стороны конфликта. Однако известно, что некий злой разум, в одних источниках называемый Колдуном из Тысячи Сынов, а в других, Нерождённом из Варпа, проявил интерес к сопровождавшему Шестой Легион Скальду Касперу Хафсеру. Смертный был использован в качестве Саглядата, деятельность которого в конечном итоге едва не привела к взаимному уничтожению двух легионов. Во время битвы озлобленная сущность явилась своей смертной пешке и едва не убила Хафсера, но вовремя вмешавшийся Бьёрн спас Скальду жизнь, отрубив монстру руку. Следом за этим, воин нанёс сущности ещё несколько тяжёлых ударов, но физических увечий было недостаточно для того, чтобы сокрушить нематериального противника. Используя тёмное колдовство, сущность вытянула из разума Хафсера имена нескольких легионеров, дабы получить над ними власть. Но Бьёрн в их число не попал, так как предусмотрительно не назвал Скальду своё настоящее имя. Он получил преимущество над посланником Варпа, однако тёмная энергия охватила руку воина огнём порчи. Игнорируя боль и собственную разлагающуюся конечность, Бьёрн продолжил сражение, которое по всем признакам должно было закончиться его гибелью. Спасением стало прибытие рунного жреца космических волков, отряда парий и двух дредноутов. По одной из версий, на помощь Бьёрну также пришёл Константин Вальдор из Адептус Кустодос. Именно ему в этом варианте событий приписывается идея отрубить космодесантнику осквернённую руку. По другой версии, конечность Бьёрну отсёк Каспер Хавсер. Как бы то ни было, потеря руки спасла воину жизнь и не дала проклятию распространиться на всё тело. Несмотря на то, что тогда Бьёрн был довольно молодым бойцом, после битвы на Проспера он стал героем нескольких саг, рассказываемых скальдами Легиона. Астартес сразился с демоном, принявшим облик воителя Хоруса, что придало ему огромную значимость в глазах братьев и высшего руководства космических волков. Стаю Бьёрна начали отправлять на сложнейшие участки фронта, где от врага ожидалось самое сильное сопротивление. Во время одной из таких высадок на ядовитый вулканический мир Грита события приняли печальный оборот. Отряд космических волков под руководством Разящей Руки противостоял захватившим планету Ксеносом и космодесантникам, отвернувшимся от света Императора. Но победить высшего демона Кхорна Арвакса оказалось не под силу даже стая доблестных сыновей Русса. Из всех воинов выжил один только Бьёрн, что ещё раз подчеркнуло его исключительные боевые таланты. Прибывший на поверхность примарх помог своим сыновьям одержать победу и изгнать с поля боя, казалось бы, непобедимого демонического лорда. Но Бьёрн так и не смог простить себе потерю братьев, как и тот факт, что судьба отказала ему в почётной смерти, вместо этого возложив на его плечи бремя одиночества. Он не сумел насладиться словами одобрения от тех, кто наблюдал за его великолепной битвой с демоном, и замкнулся в себе, став ещё более меланхоличным, мрачным и молчаливым. Лишь когда над телами павших братьев взвились языки погребальных костров, Бьёрн издал пронзительный и печальный вой. После чего упал на колени и поклялся отомстить прислужнику Кхорна. Спустя пять долгих лет у воина появился шанс исполнить свою клятву. Едва Лемонрус узнал о местонахождении Арвакса, он немедленно направил флот космических волков на сквернённую демоном планету, дабы лично уничтожить порождение Варпа. Однако планам примарха было не суждено осуществиться, так как Бьёрн успел опередить собственного отца. К моменту, когда волчий король пробился сквозь орду Кхорнитов к своей главной цели, Бьёрн, разящая рука, уже вступил в поединок с Арваксом. Удивлённый примарх с гордостью наблюдал за тем, как его сын ловко сражается с демоном и наносит тому один сокрушительный удар за другим. В финале битвы Бьёрн повалил слугу Кхорна на землю, а затем забрался на его обессиленное тело и вырвал демоническую глотку своим верным волчьим когтем. Эпическое зрелище так потрясло Лимана Русса, что после сражения он сам пришёл к Бьёрну и реабилитировал его перед всем легионом, сказав, что воин исполнил кровавую клятву. Дав начало великой традиции, прошедшей с космическими волками тысячелетия, примарх возвысил воина до своего личного волчьего гвардейца. Скальды Легиона считают, что именно опыт трагической потери и яркая реакция Бьёрна повлияли на фатальное решение Лимана Русса. Исчезновение примарха шестого легиона по сей день остаётся необъяснимым. Одни говорят, что он исчез в Оке Ужаса, куда отправился в поисках своего брата Льва Эль Джонсона, другие убеждены в том, что Волчий Король тайно живёт в Империуме Человечества, наблюдая за людьми и оберегая их от сил хаоса. Возможно, когда-нибудь истина станет известна, но пока точно можно утверждать лишь одно. Через два стандартных столетия после того, как Император был заключён в Золотом Троне, Леман Русс исчез. В роковой день все войны космических волков были собраны на Фенрисе для празднования Вознесения Императора. Это ежегодное событие было посвящено дате, когда Повелитель Человечества одержал победу над вероломным хорусом. Согласно достоверным источникам, в момент, когда Леман Русс собрался прочитать сынам торжественную речь, его глаза остекленели. Примарх замер, будто его ошеломило видение, а затем позвал Волчью Гвардию и верных слуг. Русс покинул празднество, взяв с собой всех членов избранного братства, кроме Бьёрна. Этот поступок примарха ранил сердце Бьёрна, ведь ему, самому молодому воину Волчьей Гвардии, показалось, что отец посчитал его недостаточно надёжным или сильным для предстоящего путешествия. Хотя со временем всем, кроме разящей руки, стало ясно, что истина была полностью противоположной. Леман Русс избрал Бьёрна именно потому, что видел в нём храброго и талантливого сына, достойного занять пост главы Ордена вместо примарха. Выдающееся качество воина в сочетании с трагическими событиями, которые он уже пережил, сделали его сильнее любого другого космического волка. И это, по мнению Лемана Русса, делало из Бьёрна лучшего кандидата на роль лидера Ордена в новом реформированном рабоутом-желеманном Империуме. Разумеется, чувства горечи и отверженности не миновали душу молодого воина. Отец взвалил на него ответственность за будущее космических волков, но не объяснил своего решения. Долгие годы Бьёрн провёл в догадках, даровал ли Леман Русс ему великую честь или же бросил из-за какого-то пока неизвестного изъяна. Однако, вопреки своим переживанием, космодесантник ответственно выполнял свои обязанности и вёл себя именно так, как задумывал Примах. Спустя семь стандартных лет после исчезновения Лемана Русса, выжившие волчьи лорды избрали Бьёрна своим лидером и первым магистром Ордена Космических Волков. Это решение легло мрачной тенью на сердце каждого воина, ведь оно являлось фактически признанием того, что космодесантники больше не верят в возвращение отца. Но Бьёрн всё же не желал терять надежды. Своим первым приказом он объявил Великую Охоту, в рамках которой 12 отрядов Ордена были отправлены на поиски Лемана Русса. Новый магистр Космических Волков приложил все усилия для того, чтобы показать себя достойным преемником Примарха. Его слава широко распространилась за пределы Ордена, а результаты действий принесли Империуму невероятную пользу. Но героический путь Великого Волка неожиданно прервался во время восстания Проксимы в 934 году 31-го тысячелетия. Бьёрн возглавил атаку на печально известную Крепость Ужасного Солнца, где в ловушке ожидали своей гибели несколько космодесантников. За успешное завершение миссии «Спасение братьев» Бьёрн заплатил непомерно высокую цену. После победы его изувеченное тело пришлось поместить в Дредноут. Хорошо понимая, что в таком состоянии он больше не сможет выполнять обязанности Лидера Ордена, Бьёрн отказался от должности Великого Волка. Однако погребение в Дредноуте не повлияло на его стремление защитить оставленных без Примарха Космических Волков. Поэтому в течение следующих 500 лет Бьёрн давал советы своим преемником, а также оставался в авангарде каждой битвы, вдохновляя других. И все же годы не пощадили даже его. Со временем Бьёрн стал чаще находиться в состоянии стазисного сна, просыпаясь лишь в те моменты, когда Орден больше всего нуждался в его древней мудрости и могуществе. Так было во время первой битвы за Клык в 32-м тысячелетии, когда великий Дредноут столкнулся с Магнусом Красным, серьезно ранив его и во время Первой войны за Армагеддон, в 41-м тысячелетии, где Бьёрн заключил перемирие между Космическими Волками, Серыми Рыцарями и Инквизицией. Кроме этого, Бьёрн, разящая рука, пробуждается на заре каждого нового тысячелетия, дабы сказать свое слово на Великом Празднике, посвященном памяти Лемана Русса. На этом шумном торжестве рекой льется фенрисийский Эль, а Скальде рассказывает новобранцам свои древние саги. Но зал утихает, стоит появиться Бьёрну, самому почетному и долгожданному свидетелю минувших дней. Целые поколения космических волков могут сражаться и умирать, ни разу не увидев знаменитого Дредноута. А потому его речам внимают с величайшим уважением. Самым молодым потомкам Русса рассказы о битвах Великого Крестового Похода или Ереси кажутся скорее диковинными легендами, чем настоящими событиями прошлого. Однако память Бьёрна ясна, а авторитет непререкаем, и все его слова не воспринимаются иначе, как абсолютная истина. За долгие годы повествования голос древнего рассказчика может дрогнуть лишь раз. В момент, когда он вспомнит о решении Ле Мана Русса оставить его одиноким лидером Ордена, уйдя в око ужаса. Даже спустя тысячелетия Бьёрн все еще чувствует боль отверженности со стороны Примарха так же остро, как и в тот роковой вечер. Высшие командиры Ордена полагают, что единственное избавление от душевных терзаний Великого Дредноута придет к нему только вместе с возможностью еще раз сразиться подле Примарха. Для космических волков Бьёрн является физическим воплощением величайшей связи Ордена с прошлым. Его считают героем едва ли не таким же славным, как сам Ле Ман Русс, а слова, произнесенные Дредноутом, воспринимаются не менее серьезно, чем законы. Ведь среди космодесантников Ордена нет никого другого, кто мог бы судить о происходящем по тем же древним стандартам, что и Примарх. Поэтому Бьёрн также выступает в роли морального компаса космических волков. И даже Логан Гримнер, имя которого можно использовать как синоним слова «упрямство», учитывает мнение Дредноута и прислушивается к нему. В тех редких случаях, когда Бьёрн пробуждается для того, чтобы выйти на поле боя, космодесантники Ордена сражаются с неистовым рвением, необычным даже для потомков Руса. Вооруженный тяжелым огнеметом, плазменной пушкой и массивным когтем молнии, Бьёрн сам по себе является разрушительной единицей, способной противостоять множеству врагов. Однако его самое мощное оружие не результат творчества Механикус и не тактическая сообразительность Древнего Война, но его легенда. Поскольку Астартес считает, что показать свою позорную нерешительность древнему Дредноуту, все равно, что продемонстрировать ее самому примарху. И горе тому, кто осмелится повредить металлическую обитель Бьёрна, ведь это вызовет у волков смертоносную ярость, поддавшись которой они фанатично двинутся вперед, желая истребить всех, кто посмел посягнуть на осквернение древнейшего. Бьёрну некому жаловаться на то, что его раздражают замысловатые узоры, которыми молодые братья украшают саркофаг. Он продолжает находиться в уверенности, что отец покинул его из-за неизвестной воину неполноценности, а потому все проявления почета воспринимает как раздражающую ложь. И тем не менее, вопреки тому, что Бьёрн считает себя недостойным столь высокого почитания, он позволяет этому продолжаться, так как осознает собственную ценность для благополучия космических волков. Не существует истины правдивее, чем то, что сражаться и умереть за императора, великой радость и честь для любого воина. Заключенные в дредноуты космодесантники — победители, которым посчастливилось остаться на службе у повелителя человечества даже после почти полной потери тела. И Бьёрн, могучий герой древности, спустя тысячи лет после гибели его братьев продолжает гордо нести тяжелое бремя, возложенное на него собственным отцом.